На реках, приграничных Челябинской и Кустанайской областей, весна еще не вступила в свои права, но специалисты, ответственные за противопаводковые мероприятия, уже сверяют часы. Российские коллеги приехали в Кустанай, чтобы обменяться прогнозами и всеми важными данными о состоянии водохранилищ. Зима в Челябинской области, как, впрочем, и в Кустанайской, в этом году была очень снежной. С ноября по февраль выпало почти в два раза больше нормы осадков и запас воды в снеге больше средних многолетних значений. Гидрометериологические условия дают основания предполагать, что при средних условиях весны, а в этом году ожидается весна на территории Челябинской области Затешная, максимальные уровни весеннего половодия на реках Уймянс будут в пределах средних многолетних значений, а на отдельных участках малых рек юга области, то есть Синдашта, Айт-Картузак, могут превысить норму в среднем на 30-150 сантиметров. Приток водохранилищем ожидается около нормы. Успокаивают и прогнозы российского ведомства водных ресурсов. По их данным, водохранилища на территории Челябинской области готовы принять довольно большой объем талых вод, поскольку их емкости заполнены где-то на 50%, а где-то и того меньше. По Брединскому водохранилищу мы его держим последние 10 лет, ну по условиям, по состоянию и так далее, мы его держим на уровне 23, наполнение 23-25%. Поэтому если пойдет берсуат, у нас есть запас где-то в 20 миллионов кубов, которые мы сможем принять Брединское водохранилище и придержать для того, чтобы берсуатский поток в Желкарской водохранилище несколько придержать. Казахстанская сторона рассказала о своих предпаводковых мероприятиях. К примеру, в конце февраля, начале марта были обследованы все шесть водохранилищ Кустанайской области на готовность пропуска паводковых вод, а также проверили механизмы плотин. В итоге общее состояние всех сооружений признали удовлетворительным. Что касается прогноза, то по данным метеорологов планируется, что в Верхнетобольское и Каратамарское водохранилища в общем объеме ожидается поступление от 370 миллионов кубических метров воды. При обычной норме в паводок – 413 миллионов кубометров. На сегодняшний день объем воды в водохранилищах многолетнего регулирования составляет 950 миллионов. При суммарной проектной емкости – 1,4 млрд. Это составляет 68% наполнения. Также, по данным метеорологов, в Верхнетобольском водохранилище самый пик половодия ожидается с 7 по 13 апреля. В Каратамарском – чуть раньше, с 3 по 9 апреля. Диара Хмечин, Дмитрий Гуренко, Елена Щегельская, РТН.